МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Черноморка наградила фотоработы крымчанина в рамках конкурса «Газеты День». Включить все возможные механизмы для перевода его в Украину просит украинский власть и политузник Геннадий Афанасьев. Об этом сообщил адвокат Афанасьев Александр Попков на пресс-конференции в Киеве. По его словам, осужденный крымчанин содержится в колонии в нечеловеческих условиях, поэтому оперативная реакция украинских властей на прошение об экстрадиции на родину крайне важна. Он передал мне несколько документов и прошения на имя президента Порошенко, заявления в МИД, заявления в Генеральное консульство Украины о том, чтобы они помогли ему как гражданину Украины. И он передал обращение к людям Украины, которые боролись за свою независимость. По словам Попкова, Геннадию Афанасьеву объявили в колонии уже четыре взыскания по надуманным причинам. Это значительно ужесточает условия его пребывания там и негативно отражается на здоровье. Александр Попков подал касационную жалобу на приговор суда, которым Афанасьев осужден на семь лет колонии строгого режима. Но на позитивный исход дело не надеется. Поэтому советует украинским властям добиваться экстрадиции политзаключенного в Украину, поскольку на кону стоит его жизнь. Несмотря на то, что ему дали всего лишь семь лет, я думаю, он через семь лет не выйдет просто так. Сейчас уже идет целенаправленная планомерная работа по его сгноению там, потому что он побывал в ШЗО, его перевели сразу на строгие условия, его собираются переводить в помещение камерного типа. Так можно угодить вплоть до колонии для пожизненных. Мы попробуем его защищать, но Украина должна вступиться за своего гражданина и каким-то образом его вызволять. Слова адвоката подтверждает и мать политзаключенного Ольга Афанасьева, которая недавно вернулась с длительного свидания с сыном в колонии. Больше месяца Гену этапировали в колонию. Ему не давали белья, ему не давали матрасов. Их там практически не кормили. Он находится сейчас в строгих условиях содержания и действительно готовится на ЕПКТ. ЕПКТ это, конечно, для меня страшно, для него тем более страшно, потому что это вообще нет возможности звонить, это нет возможности передавать передачи, нет возможности свидания. То есть это просто человек закрыт. С момента незаконного задержания Геннадия Афанасьева и еще четырех фигурантов дела о так называемых крымских террористах Олега Сенцова, Александра Кольченко и Алексея Черня пошел второй год. Друзья политзаключенных и общественники организовали широкую акцию в поддержку крымчан. Украинские власти тоже поддержали ее, но в основном морально. А вот конкретных действий по освобождению украинских граждан из российских тюрем пока нет. Хотя Геннадий Афанасьев продолжает надеяться. Держится он хорошо, он действительно ко всему готов, он надеется на свой народ и на свою страну. Напомним, Геннадий Афанасьев приговорен московским судам к семи годам лишения свободы в декабре прошлого года. Он признан виновным в подготовке терактов в Симферополе вместе с украинским режиссером Олегом Сенцовым и крымскими активистами Александром Кольченко и Алексеем Черняем. Этим летом на процессе Сенцова и Кольченко Афанасьев заявил, что все его показания против них были даны под пытками. Адвокат Афанасьева будет обжаловать приговор в кассационной инстанции. Жалоба уже подана. Окупационные власти Крыма хотят признать Меджлис экстремистской организацией и пытаются использовать для этого дела 26 февраля и 3 мая и новые преследования крымско-татарских активистов. Так считает член Меджлиса Эскендер Бариев. Все эти дела направлены на то, чтобы собрать некую обвинительную базу на представительный орган крымских татар, полагает он. Например, Алия Санова и Мустафу Дегерменджи, которых содержат в СИЗО по отделу 26 февраля, пытались заставить дать показания против замглавы Меджлиса Ахтема Чайгоза. Напомним, об этом недавно заявлял и отец Дегерменджи. Открытым текстом следователь предлагал дать показания против Чайгоза, и ты будешь на свободе. И он отказался дать показания, во-первых, от того, что он его не знает. Он узнал, так-то сказать, что совсем не знает, нет. Может, он его и видел по телевизору или еще где-нибудь, но сказать, что общаться он с ним не общался, ничего. Они находятся под стражей только потому, что они не признали вину и не дают те показания, которые от них требует ФСБ и, соответственно, Следственный комитет. 19 ноября планируется, что будет несколько судов, и как раз-таки 19 ноября прояснит вот всю ситуацию вокруг этого. Но я скажу одно, что, на мой взгляд, и оно как раз все больше, ну, как говорят, пазл начинает сходиться, что 26 февраля, дело 26 февраля направлено на то, чтобы собрать максимум материала против высшего представительного органа Камск-Катарского народа Меджлис, для того, чтобы его запретить. Бариев утверждает также, что оккупанты используют всевозможные методы для того, чтобы создать видимость, будто крымские татары не поддерживают Меджлис. Обманным путем собирают крымских татар под видом того, что будут разрешать земельные проблемы. На самом деле поднимают проблему, что якобы народ не поддерживает Меджлис Камск-Катарского народа, тем самым пытаясь зафиксировать это некой резолюцией. И есть несколько случаев, когда люди просто вставали и уходили в зало заседания. Это было в Сарайском районе, это было в других районах. Запретить Меджлис – это все равно, что запретить вообще крымско-татарский народ, считает Бариев. Он напоминает, что в советский период Крымлы уже пришлось это пережить, когда крымских татар вообще вычеркнули из перечня народов СССР. Напомним, что Меджлис – это исполнительный орган Национального съезда народа Курултая, делегаты которого избираются всем народом на всеобщих выборах. Крымчанин-фотограф Андрей Нестеренко стал одним из лауреатов 17-й международной фотовыставки украинского ежедневника «День». Андрей Нестеренко стал победителем в номинации «Переселенцы. Жить заново». В ней представлены исторические работы, посвященные крымским татарам и их обустройству на полуострове после депортации, и вынужденному переселению, связанному с российской оккупацией полуострова. «Есть поселок Корицы, гора Самота, под Айпетри прямо. Там было табачное поле, и в 90-м году, значит, это было октябрь-ноябрь 90-го года, крымские татары начали возвращаться домой. То есть это 90-й год их возвращения. И фотография 2015 года, когда они были вынуждены назад». Фотографии были сняты 25 лет назад на черно-белую пленку, затем сканировались и, наконец, предстали перед глазами зрителей. Работы автора были оценены коллективом Черноморской телерадиокомпании, владельцы и сотрудники которой сами стали вынужденными переселенцами после аннексии полуострова. «Каждый ваш снимок, ваша работа – это глубина, а не ежесекундность. Вы показали нам боль и отчаяние, радость и надежду. Важно то, что эти чувства помогают нам держаться и верить, что всё будет хорошо. Спасибо вам большое». Крымчанину Андрею Нестеренко близки и важны темы оккупации полуострова и нелёгкой судьбы крымских татар. Несмотря на то, что в Крыму фотограф не живёт уже больше 20 лет, события, связанные с российской аннексией полуострова, коснулись и его судьбы. «Я сам крымчанин, родился в Крыму, и мне, допустим, очень больно потерять их, хотя там родственники остались, ну и не очень так в хороших мы с ним отношениях. А так вообще я у крымских татар очень много у меня друзей, которые и там остались». В этом году на очередной ежегодной фото-выставке «Газеты День» представлены 350 работ. Их отобрали из 3000 фотографий, изначально представленных на конкурс. В каждой из них – события, люди и судьбы. Основной темой этого года стали война, единение страны и людей, которые переживают эти события. А авторами работ, кроме профессиональных фотокорреспондентов, стали также и волонтеры. «Война, очима фотокорье дня, вона и страшна, и вона подоланья, и вона теплая. В том, что люди зберегают людские. Вона в том, что капелланы мыют ноги пораненным військовым. Вона в том, что дети плетают сетки. Путин не мог напасти на краю сильную. Вон напал на краю разграблено, пограблено. И это все отображались все эти руки. Кто следил за нашими фотовыставками, прошел великий спецкурс». Кроме военных и политических фотографий, на выставке немало жизненных снимков с кадрами мирного времени. Работы, представленные на фотовыставках дня, часто называют пророческими, утверждают организаторы. Нередко в них можно увидеть не только уже прожитые исторические события, но и предвестники будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова